Сегодняшнюю инфляцию на корнеплоды и население, и эксперты вот откровенно называют бешеной. Наверняка и вы отмечаете, замечаете этот рост цен, да, большой. Вот скажите, за ваш опыт подобные скачки отмечались на овощи? Нет, не отмечались. Всегда было падение, то есть немножко снижались цены на рынке. Всегда. Это только вот нынешний год произошел такой резкий спад, то есть спад производства и рост цены. Раньше в овощном производстве такого не наблюдалось. Именно плохой урожай прошлого года спровоцировал такой рост цен? Да, скорее всего, это не урожайные годы. Затратный производ, много энергии тратится, поливное. Все-таки это земледелие без полива никак. Энергетическая составляющая производства овощей, оно дает о себе знать. Уменьшается количество площадей под овощи, ну и урожай падает. Вы в прошлом году много не добрали морковь, про морковь если мы говорим? В прошлом году посеяли морковь, ну небольшой у нас в ценном площади, вот 2 гектара. Пришлось перепахать морковь, почему? Потому что сходы были плохие, некачественные. С водой у нас все в порядке было, поливные системы работали, но сходы были ужасные. Раньше мы семена закупали на опытной станции, но теперь там производство пришло как бы в упадок, и семена приходится брать в семенных магазинах города. То есть это получается своего рода кот в мешке, да? Вот какие семена попадутся, такой урожай. Никто же это не отвечает за качество семян. Видите ли, производство овощей – это поливное земледелие. Мало влияет погода на производство овощей. Чем меньше осадков, тем больше солнечных дней, тем выше должен быть урожай овощей. Но у нас наоборот. Первоначально это семена. Не будет у нас районированных семян, качественных, мощных, по своему качеству, мощных по вслужности. Трудно будет получить морковь. Позапрошлый год плохое урожай в прошлом году пришлось перепахать. Вот осенью, когда происходит массовая закупка овощей, приезжают прикупщики, закупают у нас картофель, продают в два раза дороже. Нам нужно убирать продукцию. Мы самостоятельно, ну часть продаем, конечно, и сами выезжаем. Но это мизерная часть от того, что мы можем продать, дать городу. Есть перекупщики, которые сбивают цену, по большому счету, а выйти вам самостоятельно в торговые сети нет возможности. Сложно, конечно, сами продавать, хотя вроде бы как бы места на рынках предоставляются, несколько рынков. Но мы поставляем картофель на рынки по просьбе администрации. Ну это может быть оправданно. Больше людей приходит, закупают, вот закупочный период. Ярмарки, вот какие-то фермерские рынки, это, наверное, все-таки площадки для сбыта небольшого объема продукции. Конечно. А как бы вам хотелось, фермерам, чтобы кто на вас выходил и как закупали эту продукцию? Должна кооперация торговая быть. Пусть кооперация владеет овощными базами мощными, пусть владеет переработкой. Ну часть идет фермеру, ну а часть, конечно, может храниться на территории хозяйств. Ну нужно непримитивные помещения, которые мы сейчас имеем. А современные комплексы? Современные комплексы. Вот совхоз Барновский взять. Два овощехранилища новых было, по тысяче тонн. Каким-то чудесным образом разобранные и вывезены материалы. Надо внимания больше уделять, особенно хранению. Для этого должны люди на местах у власти, должны работать. Наша городская дума должна в этом направлении работать. Наша краевая власть тоже должна в этом направлении работать. Серьезно работать. Не просто там вести статистику, а конкретно. А вот напрямую вам, фермерам, выйти на прилавки, или создать те же объединения, о которых вы говорите, вот что в этом-то смысле не получается? Ну самостоятельно, видите, надо организовать какие-то собрания. Должны быть инициаторы. Организаторы этого всего. Представим ситуацию, что есть и овощехранилища, и создана кооперация какая-то, объединяющая наших аграриев, фермеров. И есть возможность поставлять нашу местную экологичную продукцию в магазины. Насколько бы вы могли нарастить свои обороты? Насколько больше вы бы смогли выращивать овощей? Ну, не на проценты, а в разы мы можем нарастить. В разы? В разы, да. Земли у нас хорошие. Совместно надо работать над этой проблемой, чтобы были овощи дешевые. Надо помогать всем фермерам, которые занимаются производством овощей. Наладить рынки сбыта, да. Торговая кооперация должна быть между хозяйствами, должна быть закупочная организация, организованная, которая бы имела овощные базы, хранилища. Ну и по каким-то достойным ценам производила закуп нашу продукцию. Ну, такой взлет цен, все-таки, ну, некрасиво иметь аграрному краю на рынках Барнула. За сколько вы продавали в прошлом году, там, картофель, морковь, свеклу? Ну, картофель до 10 рублей не доходило. Капуста – 8.